Гамарджоба генацвали! Сегодня покажу вам, как приготовить грузинский омлет, который называется Борани или Борани или Борани или Борано. Я, ребята, ну как бы не лингвист, но в основном его называют, как я понял, Борани или Борано. Короче, это омлет с офигенным сыром, именно поэтому я сегодня утром сгонял на рынок. Не в магазин, не в магазин, потому что сулугуни продается и в магазинах, а именно на рынок. И купил рассольный сыр сулугуни. Вот, что вам надо купить. Где-то граммов 400-500 мы используем для приготовления этого блюда. Это омлет. Ну, и в качестве дополнения лепешки кукурузные, которые называются мучади. У нас сегодня просто реально грузинский завтрак такой. Так, берем половину от половины, вот это где-то примерно 400 граммов, мне хватит. И натираем на терочке много сыра. Взбиваем 5 яиц. Венчиком взобьем яйца. Яйца я немного солю, несмотря на то, что сыр соленый, но я еще и в яйца тоже добавляю соль. Наш прекрасный рассольный сулугуни добавляем к яйцам. Все 400 граммов, сколько бы ни было. Добавляем 50 миллилитров растительного масла и примерно 100 миллилитров молока. Ну, самого жирного, у меня 3,2 процента, тогда будет нормально. И все это вместе перемешиваем. Обожаю сыр сулугуни. Лучший рассольный сыр, официально заявляю. Номер один, топ-1. Обычно бураны готовят в керамических таких формах. В принципе, вы также можете делать в духовке. На сковородке не имеет значения, можно по-разному это приготовить, как и любой омлет. Я буду готовить в обычной сковородке со съемной ручкой. И вы можете поступить так же. Полтинничек сливочного масла. Давайте его растопим прямо в духовке, раз оно у меня нагрета. Буквально на минутку сейчас оно растопится, и мы выльем наш омлет. Можно достать уже, оно дотопится по факту. Смажем немножко борта. И можно смело выливать наш будущий сырный омлет. Я все это вместе перемешиваю. И первое время готовить его будем под крышкой, либо под фольгой. У меня крышки для этой сковородки нет, к сожалению. Итак, довольно произвольно накрываем. Не забываем, что сковородка уже была в духовке, поэтому она довольно теплая. Не обожгитесь. И отправляем в духовку. На полчасика точно. Готовится будет 30-40 минут при 160 градусах. Минут за 10 до окончания сниму эту фольгу, чтобы... Ну, корочка румяная, как без нее-то. А пока омлет готовится, мы приготовим кукурузные лепешки, которые называются мчади. Мчади это довольно пресные лепешки, которые готовятся на основе кукурузной муки. Естественно, тут будет жидкость. Это я добавлю водичку и молоко 50 на 50, ну, примерно по 100 миллилитров. Можно сливки. Добавляем немножко сахара. И посолим, конечно же. Я растопил сливочное масло. Добавлю буквально 2-3 ложечки. И можно замесить тесто. Получается вот такое вот тесто. Его можно приблизительно ровно разделить. И у нас фактически уже готовые мчади по размеру и по форме. Делаем в форме таких сырничков. И немножко можно обвалять еще дополнительно в муке. В разогретом масле обжариваем мчади. До золотистой корочки. Так, у нас прошло примерно 20 минут. Можно снимать нашу условную крышку. Смотрите, как он, видите, как он поднялся, да, по сравнению с тем, что было. И отправляем до корочки. Когда они зарумянились с одной стороны, можно смело вот так брать и переворачивать. Эй, эй, эй. Вот это не надо мне здесь. Все, когда с двух сторон поджарились симпатично, можно на какое-нибудь полотенчико, чтобы впитался жир. И уже к столу. Опа-на! Смотри, как все подрумянилось. Все, можно доставать. Музыка. 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 Итого я в окружении целых двух городов. Грузинских прекрасных блюд. Омлет и лепешки кукурузные мчади. Структура классная. Омлет сначала поднимается. Ну, в общем-то, как и все омлеты, да, то есть он такой сначала фу, а потом хуп. И все равно остается клевым, конечно же. Ребята, запах, запах вот этого сыра сулугуни запеченного, ну, я не знаю. Я обожаю хачапури, я обожаю сулугуни. Я вообще люблю грузинскую кухню. Она очень хлебосольная, и мне поэтому приятно. Запах феноменальный на кухне. Давайте пробовать, давайте пробовать. Это уже офигенно. Ну, это блюдо, оно скорее, знаешь, оно скорее сырное, нежели омлетное. То есть омлет, здесь сыр сулугуни, он прям делает такой офигенный вкус, а яйца, молоко создает приятную такую нежную структуру. Очень классно. Это хачапури без теста, но со своими фишками. Структура, конечно, обалденная. Слушай, мне очень нравится. И вот если это все заедать или вообще положить прямо на лепешку, у меня, конечно, размерчик не тот, но можно, да, поэкспериментировать. То вообще будет классно. Структура лепешки, ну такая, это плотная лепешка, как ни крути, мчади же, да. Вкус у нее сладенький такой, кукурузный. Отлично. Пожалуй, для меня вот эти вкусы, которые вот в этих блюдах, в двух, то есть такой хлебушек кукурузный, вкусный, классный, плотненький и нежный сырный омлет с вкусом моего любимого сыра сулугуни, мне кажется, это идеал как бы вкусовых сочетаний. Ну, лично для меня, мне очень нравится. Понятно, тут нет мяса там, всего того, чего вы любите, дошека тут ни капли. Но для меня это действительно очень, очень от души сочный, влажный омлет и лепешечка. Обязательно повторяйте, это действительно вкусно, готовится просто. Для себя вы откроете омлет, но немножко, немножко с другой стороны, чуть-чуть другой вкус будет, который вам стопудово зайдет. Ну и, конечно, лепешки готовятся просто, по вкусу классные. Главное, быстро и вкусно. Спасибо, всего вам вкусного, пока. Димасик, ты как любитель всего сырного, сейчас вообще поистине кайфанешь. Можешь брать тарелку смело. И главное, это привкус тархуна такой в тему. Он где успел полежать, прям вкусно. В тарелку, в тарелку. Продолжение следует...